здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте уважаемые подписчики на канале youtube сегодняшняя тема потрясающая просто нам наверняка не хватит летом времени чтобы рассказать о грибах грибы которые будут расти у вас на дачном участке вот всегда найдется место для одного из этих грибов и это стопроцентная гарантия ну вижу ваши скептические улыбки ну совершенно напрасно вы это делаете посмотрите шампиньоны да есть даже трюфель и вот здесь на пачке написано пошагово как это сделать кроме у трюфеля понимаете нет ничего страшнее выкопанные лунки для него остальное все просто вы просто купите и попробуйте шампиньоны могут расти не надо им никакого там особого навоза почва должна быть очень такой питательной пусть это будет ваш листовой перегной ну пусть перегноя прихватите ведерко где нибудь и в самом уголке тенистом в саду в высокой траве они вырастут непременно можете в этом и не сомневаться даже видите что у меня в руках конечно шампиньоны грибы настолько привычные для вообще нашего стола потому что мы зимой все это в магазине покупаем но хотелось бы чтобы шампиньоны были отваренные подсоленные слегка и убраны в какие-нибудь контейнеры в холодильнике это же замечательно можете мариновать их можете что угодно делать но уж посеять то их нет проблем я еще раз повторюсь что в тенистом уголке сада им найдется место а как это сделать пошагово написано любой субстрат который продается в магазине питательный даже с содержанием там навоза и прочих можете пролить это настоями навоза вытяжками и все у вас получится и я хочу обратить ваше внимание на другие грибы которые растут только в лесу якобы но если вы все-таки рискнете и купите вот такой мицелий а это кстати очень свежая партия и вот правда это настолько просто вы даже себе представить не можете заготовьте только мел вот мел продается в пачках купите несколько пачек мела для того чтобы сделать посев этих грибов а делается это он просто ну ну смешно просто это же и под осиновики осины у всех на даче есть где-то уголок обязательно дикой природы это под березок и конечно белые но белые грибы которые появятся на вашем участке там где есть сосенки вот здесь белый гриб сосновый например а это просто белый гриб повсеместно растущий так если у вас есть дерево старше четырех лет сосна или дуб или березы все эти грибы прекрасно вырастут для того чтобы это произошло надо прокопать канавку шириной в штык лопаты нет ничего проще по длине ну метр полтора возьмите субстрат хороший купите вы пачку этой земли или сделайте сами это ведь не проблема смешайте с мицелием все это на дно выложите перемешав это смелом засыпьте верните назад этот дерн и поливайте два раза в неделю особенно когда сухо и через год то есть на следующий сезон вы увидите результат своего труда есть еще серия грибов которые представлены здесь же это вешенки мы покупаем вешенки в магазине ну очень вкусные грибы жареные но обожаю их просто и они так растут у производителя этих грибов что там нету ни земли никакой никаких остатков перегнойных там навозных они настолько чистые а ужаренные но я извиняюсь чуть-чуть сливочек ну все можно мумат есть даже посмотрите вешенки представлены вешенка и индийская вешенка розовая но такие вы и в лесу встречали вешенках ну представьте себе колумбийская в лесу часто встречаются именно такие вешенки и конечно лисичка но еще целая линейка грибов которые нам привычны не знаю как это конечно опята вы их просто безумно любите потому что по моему нет семьи в сибири которые на зиму не заготовила бы себе опят опенок летний опенок зимний и опенок японские они имеют конечно отличие даже по внешнему виду но все они настолько хороши даже крупные которые выросли если он не червивый да вы его замаринуйте или отварите господи заморозьте а потом перекрутите перед употреблением на мясорубочки добавьте туда чесночок немножко сметанки какая икра вкусная боже мой а грибница суп с обычной картошечкой да просто слюнки уже текут я вам очень рекомендую все это попробовать потому что грибы на нашем участке а особенно когда есть еще старые пни для опят пни от березы старые у кого нет пня от березы у меня есть и я обязательно это сделаю я очень хочу чтобы у меня росли грибы на моем участке ну на этом до свидания наши вашим с кисточкой и я хочу чтобы у вас на участках росла не только картошка помидоры огурцы там свекла морковь но еще и вот грибы потому что для нашего здоровья очень важно употреблять их в пищу пока всего доброго